Жительница Бородянки Антонина Бузовецкая рассказывает, когда выехала из родного города, в котором уже просто невозможно было оставаться из-за бесконечных масштабных обстрелов, боялась смотреть новости в интернете с заголовком «Бородянка – все, что осталось от поселка». Недавно она вернулась домой и увидела родные улицы. Кадры из фильма ужаса. Так описала девушка то, во что оккупанты превратили Бородянку. Всем привет! Я Антонина Бузовецкая. Моя родина – Бородянка. Там мой родной дом. Это прекрасный городок, в котором я родилась и жила до войны. Я провела там большую часть своей жизни. Это небольшой городок, который имел большие перспективы развиваться и быть крутым городом. 24 февраля я проснулась от паники моих родных. Мы поехали в село соседнего района к тете на несколько дней. Просто в гости, чтобы все успокоились. Мы не брали с собой никаких вещей, только документы. Но вернуться назад мы уже просто не могли. Начали сильно бомбить соседние села. Мы около 10 дней сидели в погребе вместе с маленьким одномесячным ребенком моей тети. Раздавались сильные выстрелы. Были ужасные взрывы. Когда более или менее затихало, мы бегали в дом, чтобы подогреть смесь для малыша. В погребе было очень холодно, сыро. Даже куча одежды и одеяла не помогали. Никакой информации не было. Только террабарона предупреждала не выходить со двора. Когда мы пытались поймать связь, мы встретили местных. Нам рассказали, что в соседнем селе мальчик выглядывал со двора и был застрелен русскими солдатами. А в подвалы с людьми они начали бросать гранаты. Затем за окном я увидела два русских танка и солдат, которые ходили по центральной улице. Мы понимали, что в любой момент они появятся у нас. Поэтому страшно было оставаться в погребе и ждать угрозы для семьи, а тем более с грудным ребенком. Поэтому как только они отошли, мы сразу уехали. Через час нам позвонил наш дядя и сообщил, что в его дом и еще в шесть других попали снаряды, и дома сгорели. Потом стали бить градами весь поселок. Мы просто чудом успели уехать. В Бородянку мы вернулись только недавно, когда дали разрешение. Но не в родной дом, как нам хотелось, а на похороны бабушки. Из-за военных действий и издевательств русских войск над мирными жителями не было возможности своевременно поставлять лекарства. Просто не пускали или стреляли. Местным запрещали выходить из подвалов. Запрещали даже спасать людей из-под завалов, кричащих и умоляющих о помощи. За все это время я пыталась не открывать видео в интернете с заголовками «Бородянка. Что осталось от города?». Там из предварительного просмотра все было понятно, что города уже просто нет. Нахожусь сейчас в своем родном городке Бородянка, на Киевщине. А когда увидела город своими глазами, то внутри все перевернулось. Я понимаю, что ничего с этим сделать сейчас уже невозможно. Невозможно вернуться в дом, без которого я не представляла жизнь. Невозможно вернуть погибших. И очень грустно, что наш город все видят сейчас как в фильме ужасов. Хотелось бы, чтобы Бородянка попадала в новости совсем по другим поводам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!